Добрый день! Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина. У нас в гостях сегодня группа «Рефлекс» в лице Алены Таргановой и Ирины Нелисовны. Здравствуйте! Здравствуйте! Все, кто нас видит, все, кто нас слышит, все, кто нам присылал вопросы и замечательные пожелания и выразил свою радость. И всем, кто верил и продолжает верить в группу «Рефлекс», большой-большой привет! И мы будем стараться радовать вас и дальше нашими новыми классными песнями. Девушки, мне на самом деле хотелось начать с приятного, с того, что... с возвращения Ирины, но тем не менее мы на целый час задержались, и я хочу от вас объяснений каких-то. Это Москва, 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 Москва. Огромный мегаполис, поэтому сколько ни закладывай на время, все равно непредсказуемая ситуация. Но мы вот волновались, и все-таки мы здесь, и я думаю, что вот эти полчаса общения принесут максимум удовольствия и будут максимально информативными. Правильно? Потому что мы давно не виделись, и я думаю, есть что рассказать. А тем более, друзья, за лучший вопрос мы будем вручать билеты, поэтому не останавливайтесь на достигнутом и присоединяйтесь к беседе, если вы этого еще не сделали. Ну что, поехали! Вижу, глаза горят, так все готовы, рабочая обстановка. Собственно говоря, первый вопрос, я его назвала таким «неожиданным», в кавычках, как вы понимаете. Ирина, скажите, почему вы ушли из группы, когда группа была столь популярная, и почему ехали в Америку, и как вам там жилось, и почему решили вернуться? Вот, наконец-то. Много вопросов. Но действительно, я ушла из группы «Рефлекс» на пике популярности, когда Андрей Малахов вручал золотой граммофон. Но я поняла, что, во-первых, у меня скопился огромный творческий потенциал неориализованный, который не входил в амплоа группы «Рефлекс». Вот то, что я сейчас, собственно говоря, записала в Америке, свой сольный альбом, выразила, наконец, свои мысли, мне полегчало, мне стало хорошо. Во-вторых, так как мы с Вячеславом изначально создали группу «Рефлекс», это наш ребенок, и мы всегда совмещали и креативную работу, и по продюссированию работу, это очень сложно. Мы довели, конечно, группу до успеха, мы получили 17 национальных премий, с Вячеславом получили медали и орден, даже Вячеслав получил за профессионализм и вклад в культуру. Но это стоило мне, конечно, колоссальной усталости, когда я уходила из группы «Рефлекс». В последний месяц у нас было 50 концертов, а я это еще смещала со студийной работой, сидела вместе с аранжировщиками на студии, поэтому для меня это было уже тяжеловато. Я взяла вот этот перерыв для того, чтобы и отдохнуть, и реализовать новые идеи, которые появились. И сейчас я этого творческого «Змея» выпустила, приехала снова в Россию, и с огромным энтузиазмом, энергией сейчас продолжаю работать как сольная артистка, и решила все-таки снова быть в составе группы «Рефлекс». Алёна, а как ты отреагировала? Ну что это было, я знаю, крики радости? Ну, я не знаю. Или это не такая уж и неожиданность? Нет, но вообще, конечно, это похоже на то, меня все поздравляют, как будто бы я, не знаю, выиграла какой-то лотерейный билет, или у меня парень из армии вернулся, потому что действительно наш союз, он основан не только на нашей совместной работе, а есть какие-то вещи внутренние, которые нас связывают, соединяют, и поэтому люди это чувствуют, им нравится та история, которую мы позволяем им додумывать, показывая наши клипы, наши песни. И, конечно, Ирина и Вячеслав, вообще группа «Рефлекс» — это моя вторая семья, я безумно благодарна миру за тех прекрасных людей, которых он мне посылает, и говорю, что я люблю мир, и люблю всех вас, вы, друзья, и есть мой мир, и только любовь спасет мир. Ну вот, совсем недавно мне тоже стало известно, что Коста Алёночка ждала меня, как ждут парней из армии. Она верила в глубине души, что это случится. Это я знала, что это произойдет. Спасибо. Очень много вопросов относительно того, каким будет ваш дальнейший музыкальный материал. Я позволю себе зачитать вот такой вопрос. Ирочка его написала в такой достаточно странной форме. «Здравствуйте, Ирина. В одном из интервью после ухода вы сказали примерно такие слова. На наших песнях можно было бы гастролировать лет 10. Так для чего вы вернулись в группу, чтобы просто гастролировать со старыми хитами?» Сейчас мы уже записали три новые песни, на которые сняли материал, и вот уже монтируются видеоклипы. Естественно, мы будем продолжать писать, и уже, собственно говоря, у нас много мыслей, много задумок. Сейчас у нас первое выступление большое в Москве состоится. Вот сегодня мы будем разыгрывать билеты. И, безусловно, группа «Рефлекс» имеет огромный багаж хитов, которые люди любят. И вот спасибо огромное за многочисленные признания. Люди пишут, что очень приятно. Они пишут, что мы уже слушаем ваши песни около 10 лет, и их можно слушать бесконечно. И таких писем много. Вы не представляете, насколько это приятно, что наши песни, оказывается, не надоедают с годами, а как вино все крепче и крепче. Это здорово, это приятно. А самое главное, что именно такой большой багаж наших песен, такое большое количество, потому что если мы составляем программу для сольного концерта, двухчасовую, мы практически большую часть работаем хиты, которые поет зал вместе с нами от начала до конца. И, наверное, именно эти наши песни позволили нам буквально вчера выиграть большой конкурс, который длился, по-моему, месяц или даже больше, голосование через интернет на сайте PeopleChoice. Мы получили звание лучшей поп-группы российской эстрады, причем с большим отрывом. Это безумно приятно. А кто был в конкурентах? Ну, все поп-группы, которые представлены в России. Второе место, насколько я помню, «Квинтаж», по-моему, обошли. И не помню, кто был на третьем месте. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто за нас голосовал, особенно нашим поклонникам, которые оставались все это время с нами, продолжали верить и продолжали писать нам какие-то подбадривающие письма, потому что действительно энергия, которую вы дарите нам, она позволяет нам реализовывать это в творчестве. И спасибо ребятам из группы ВКонтакте, спасибо всем с Фейсбука, спасибо за то, что вы отдали свой голос за нас, нам очень приятно. И, кстати, о старых хитах. Вот на этом наступлении в Москве все наши песни, хиты будут звучать в новых аранжировках. Это будут свежие, новые, ну, я, наверное, не буду все рассказывать, но это будет звучать свежо, по-новому, потому что за это время выросли технологии в музыке. И, конечно, безусловно, я понимаю, что вам хочется эти песни слышать, как они были написаны, изучали ранее, но, тем не менее, мы приготовили несколько сюрпризов. Это действительно так. Поэтому стоит прийти как в Клуб Милк. Так, Клуб Милк, 17 марта, обязательно ждем всех-всех. А самые молодцы, вы не забывайте, что за хорошие вопросы даем им билеты. Ну что, поехали дальше. Не так давно золотой состав гастролировал по Америке, в него входили Ира, Алена и Женя. Это зимой в золотом составе были Ира, Алена и Сильвер. А теперь вы говорите, что Ира, Алена — это и есть золотой состав. Какой же золотой состав? Вы можете определиться, просить наши читатели? Это первоначальный состав, в котором была создана группа «Рефлекс», в котором она записала около 10 пластинок и получила все эти награды национальные. Поэтому это бесспорно. Вот так группа «Рефлекс» родилась. Но диджей Сильвер сейчас стал крупным бизнесменом, поэтому для него музыка — это хобби. Я думаю, что он будет участвовать в наших концертах, безусловно. И поэтому вот таким образом. В Милке не будет его, да? Вдвоем будет. Нет, у нас... Он в Ницце на конференции какой-то большой. На сцене мы будем в окружении большого количества профессиональных музыкантов, и выступление будет лайв, и вы услышите очень интересные обработки песен. Много песен прозвучит именно неожиданно, с живыми инструментами, уникальными. Но опять-таки... Я чуть-чуть, чуть-чуть открою секрет. Одна песня будет исполнена как интро к этой песне. Наш клавишник Марсель исполнит на скрипке. Он сейчас готовит. Да, и я думаю, что всем очень понравится. Еще один вопрос такой из самых популярных. Ирина, очень рада вашему возвращению. Надолго ли вы вернулись в «Рефлекс»? Хотелось бы, чтобы навсегда. Ну, естественно, ждем новых хитов, новых наград. Мы будем первыми. Ну, а что нас ждет в будущем? Вообще, это вот у нас есть Всевышний, он все знает. Но на сегодняшний день я намерена работать, насколько мне хватит сил, здоровья. Ну, я Бога попросила о том, чтобы мне хватило сил, здоровья, работать и сольно, и в группе «Рефлекс». И пока, слава Богу, все хорошо. Ирина, а сольные проекты, выступления с группой «Рефлекс», они как-то будут перекликаться? Опять же, вот на концерте «Рефлекс», допустим, исполнить песню с Ольной. Группа «Рефлекс», в группе «Рефлекс», за что люди любят группу «Рефлекс», за чувственные песни о любви, сексуальность девушек, наш имидж, лекала, группа, которая была создана изначально, эти вьющиеся локоны, ветродуи, о которых уже ходят легенды, анекдоты и так далее. Вот. Сольный проект отличается по звучанию, по концепции. Вот там был очень хороший вопрос, среди вопросов всех, я вчера почитала, один молодой человек из Краснодара спрашивает, девочки, не пробовали ли вы написать что-нибудь, песню о глобальных человеческих проблемах? Я хочу сказать, что именно вот тему человеческих ценностей я затрагиваю в своих стихах вот в своем сольном проекте, там есть очень серьезные песни, поэтому вот я выразила себя там, поэтому... В общем, параллельно. Да, да, да. Следующий вопрос. Хочу вам сказать, друзья, что сразу все нежные слова я опускаю, и вообще пирок всего не хватит. Следующий вопрос. Очень давно интересует, почему Алена после ухода Ирины или других участниц не занимала место основной вокалистке? Заранее спасибо за ответ. Да, мне, кстати, очень часто задают этот вопрос, но, наверное, я такой человек, что мне не нравится быть лидером, это ломает как-то мою сущность, поэтому мне больше нравится та роль, которая у меня сейчас, да, ну, я... Потому что для девушки, которая в сфере шоу-бизнеса, это как-то... Я совершенно не амбициозна, на самом деле, наверное, это даже мой недостаток где-то, но мне действительно, когда Ирина уходила, я помню этот разговор, мы ехали в машине и, ну, как бы не знали, как будет дальше, Слава разговаривал со мной, он спросил, хочешь, я сказала нет, и это было мое твердое нет на тот момент. Потом, конечно, у меня появлялись какие-то моменты, потому что казалось, что у меня такой опыт, я много знаю, но, с другой стороны, со мной работали хорошие девчонки, и здорово, что у них получилось выразиться, а для меня рефлексы — это большая часть меня, и я большая часть рефлекса, и я чувствую себя комфортно в той роли, которую исполняю. В общем, такая стеснительная девушка оказалась. Готовьтесь к целому ряду вопросов от нашей читательницы. Буду читать по пункту, да? Хорошо, хорошо. Вы, девушки в мире музыки, уже долгое время посещали вас с мыслью о том, чтобы оставить сцену навсегда. Очень надеюсь, что этого никогда не произойдет. А дальше пойдем по ходу пьесы. Спасибо большое. Ирина уже немножко затронула эту тему. Я думаю, что вообще, если какие-то отдельные вопросы, которые хочется на них долго отвечать, требующие большого рассказа, то обязательно хочу сказать, что мы сейчас очень открыты и доступны для общения. До нас очень легко достучаться. Это начиная с наших твиттеров. Мой твиттер с очень простым адресом. Ирина Нельсон. 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 Я уже так это... Из-за Мерикли. Сегодня буквально открылся обновленный сайт. Потрясающий сайт. Заходите. Он очень крутой, красивый, информативный. Буквально завтра-послезавтра откроется обновленная версия сайта Реплекс. Вы очень удивитесь великолепию того, что там выложено. И если у вас какие-то еще вопросы, если много вопросов, там вы все получите обязательно. Насчет ухода или не ухода, на сегодняшний день у нас очень много творческих планов. Наоборот, на сегодняшний день никуда мы не собираемся уходить. Ну это понятно, сейчас это было все оружие, это понятно. Да, какая-то пошла такая свежая волна, какой-то новый интерес, знаете, это похоже на отложенный спрос в экономике, потому что люди хотят группу рефлекс. Как выразилась. Да, хотят группу рефлекс, у нас много съемок, много выступлений буквально. Потому что мы, чтобы не надоедать своим присутствиям на сцене, мы взяли небольшую паузу. И теперь вот обновившись свежей энергии, в нас очень много мыслей новых. И сейчас мы очень много снимаемся, у нас буквально каждый день по 2-3 мероприятия, совмещаем еще это с концертами. В общем, на сегодняшний день спасибо. Я, кстати, хотела добавить, что вот эта пауза, которая, ну, как бы ее паузу, это тоже сложно назвать, потому что работа продолжалась, просто может быть не так активно, и, как говорится, может быть, не из каждого утюга. Вот, но я хочу сказать, что лично мне эта пауза помогла осознать, насколько люди любят группу рефлекс, потому что в тот момент, когда у нас было... Да, кстати, вот я, пока мы работали, я не осознавала. Да, когда у нас было 50 концертов в месяц, не было просто даже возможности. Да, не было времени, нам, собственно, неинтересно было там... Да, мы просто работали. Да, просто работали, а потом только со стороны я как бы ощутила, что, оказывается, тот коллектив, в котором я была... Очень популярный. Да, это на самом деле так и так и происходило. Ну, скромность упрошает. Ну что, поехали дальше. Любопытная у нас читательница, она спрашивает, как часто вы общались между собой по интернету или лично в то время, пока Ирина жила в Эмиратах и в США? Так, ваши новые сценические образы невероятно стильные и нежные. Вы убираете то, что понравилось, из предложенного стилистами или полностью сами контролируете подбор костюмов? Общались мы ежедневно, потому что сейчас, слава богу, есть такая возможность идти по скайпу, и мы даже записывали новые песни по скайпу, и вы были в студии. Да, да, да. Поэтому, естественно, нас все время связывала нить энергетическая. Ну, я уже говорила о том, что рефлекс — это наш ребенок, поэтому как можно своего ребенка бросить, естественно, все время. Что касается стилистики группы рефлекс, мы не собираемся ее менять, потому что найденная стилистика — это как у дорогого дизайнера найденное лекало, которым он пользуется всю жизнь. Поэтому вот этот образ, имидж группы, которую люди полюбили и любят до сих пор, мы будем продолжать и, собственно, пишем эти песни в этом же амплуа, о простой, человеческой, чувственной, сексуальной, если хотите слышать, любви. Что касается имиджа, первоначально он был придуман нами. — Сам с собой как-то он выкристаллизовался. — Да, выкристаллизовался. А потом уже мы начали привлекать больших дизайнеров, чтобы они не отступали от нашего стиля и делали в пределах нашего стиля. Поэтому с нами работали известные дизайнеры, такие как Алишер, Александр Терехов, и до сих пор мы работаем со множеством стилистов, но мы им не позволяем ломать нашу индивидуальность и стиль. — Находить за рамки той концепции, которую вы предлагаете. — Ну что ж, поехали дальше. У нас вопрос от Макса. Опять же, повторюсь, друзья, очень много теплых слов. Пытаюсь найти сам вопрос. — Пытаюсь найти каверсный вопрос. — Пауза такая возникла. Один, кстати, тоже из самых популярных вопросов. Какие отношения с бывшими солистками группы у вас остались? Видитесь, гуляйтесь, проводите свободное время вместе. Знаете, как вариант А, Б, Б. Ну и, собственно, Ирина, хотят узнать, когда выходит ваш сольный альбом. — Значит, бывшие солистки у нас была одна, только солистка Женечка Малахова, лидер группы, когда я отсутствовала. Она сейчас поступила во ВГИК, и мы желаем ей успехов в обучении, потому что она со страстью взялась за овладение этой новой профессией. Мы желаем всяческих успехов. Да, хочет получить Оскар. Я думаю, что с ее трудолюбием и настойчивостью она это сделает. Когда мы сможем услышать мой новый альбом? 20 марта состоится релиз нового альбома. Первая страна будет в Соединенные Штаты. Дистрибьюторская компания Universal Bangal. И сейчас уже, в общем-то, можно увидеть на некоторых сайтах Японии, Австралии. Мы видели ссылки на предпродажи. То есть, вот таким образом, с 20-го числа его можно... Но, к сожалению, Россия в iTunes сложно будет россиянам скачать из iTunes, потому что у нас из-за огромного количества пиратства Россия не состоит. Поэтому вначале, видимо, это будут какие-то пиратские варианты. В России он выйдет чуть попозже. Но, тем не менее, вот мои сольные концерты, на которых я уже исполняю эти песни из нового альбома, совмещая их со своими песнями, которые накопились во всей моей большой биографии творческой. Так что приходите пока на мои сольные концерты. Альбом, я думаю, постепенно внедрится. Мы об этом дадим знать. Можно получить всю свежую информацию, опять-таки, на моем сайте обновленном, который я сегодня увидела. Я просто не поверила своему глазам. Потрясающе красивый сайт, сделан по последним технологиям. Так что добро пожаловать. Я прям чувствую, что продвинутый человек. Все знает. Какие-нибудь социальные сети. Куда надо идти? Что надо делать? Да, опять же, через Фейсбук, Твиттер, опять-таки, повторяю, Ирина Нелсон. Мы сейчас очень доступны для общения, открыты, так что welcome, мы вас ждем с удовольствием. Ну что ж, следующий вопрос. Почему вы не едете на Евровидение, интересуетесь один из наших читателей или читательниц? Можно? Вот я все время говорю. Быстренько. Может, тоже. Да. Потому что вот лично я не люблю, когда музыка сочетается с конкурсом. Потому что музыка — это как оттенок, цвет. Потому что это можно спорить, какой цвет лучше, красный или желтый. Каждый артист — это индивидуальность, какой-то оттенок, эмоция. Поэтому, на мой взгляд, это вообще нелепость устраивание каких-то конкурсов. Потому что потом, именно после этих конкурсов, все время люди недовольны, все время они спорят, что не тому дали премию, надо было вот этому. Потому что это не спорт, где один сильнее, пробежал на 2 секунды быстрее, ему дали. Там все понятно. В музыке очень много субъективизма. И поэтому, естественно, те, чьи ожидания не оправдываются, они потом переживают и так далее. Поэтому я считаю, что музыка должна быть свободной. Она не должна зависеть ни от каких рейтингов, конкурсов, ни от чего. Ну, Саня, ты следите за евразованием? Ну, кстати, да, я сейчас слежу, потому что наша бывшая участница Лена Максимова в данный момент как раз прошла в этот отборочный тур и, возможно, даже станет представителем России на Евровидении. Я послушала ее песню. Ну, она сильная вокалистка, хорошая песня, но я ей желаю удачи. Поэтому я нашла человека, за которого я болею на этом Евровидении. Это Лена Максимова. А со мной не хотелось бы тоже? Мы участвовали однажды, да, участвовали в отборочном. Да, за нас проголосовала, на самом деле, вся... Это была песня «Люблю», которая сейчас очень любима, популярна. И мы, на самом деле, с каким-то очень маленьким отрывом заняли второе место. Были очень близки от того, чтобы поехать. Но мы не поехали, но как бы все равно... Евровидение сейчас, скорее, используется как такая площадка для пиара. Наверное, артисту, которому нужно больше информации о нем, да, это хорошо. Мы уже группа с сложившимся именем, образом, как показало голосование даже... Но Дима Билан тоже с сложившимся именем и образом, но тем не менее... Мне кажется, Дима Билан уже синоним слова «Евровидение». Поэтому куда уж там... Ну, на мой взгляд, у каждого артиста своя судьба, свои дороги. У нас сейчас просто другие планы. У нас концерты, песни, да. Поэтому много интересного. И я думаю, что этого достаточно, иначе времени не хватит на все. Так, а хватит ли вам времени на то, чтобы отправиться в гастрольный тур по городам России? Спрашивает у нас Евгений из Красноярска. Потому что очень скучают ваши поклонники. Ну, это я так обобщаю несколько вопросов. Ну, представляю, представляю, сколько мы писем получали, да. Ну, я думаю, что вот сейчас это как раз самое время, самое возможное для того, потому что сейчас уже, мы так сказать, на старте. Уже готовы практически новые песни, новые программы. И поэтому, естественно, мы поедем с этими песнями по России, и не только по России, естественно, по всем странам. Но информация есть на сайте. Да, да, конечно. Просто очень, это тоже один из самых популярных вопросов, на которые вы найдете ответ за ней на сайт. Друзья, у нас буквально такой вот один из наших вот читателей. Он написал уже 10 одинаковых вопросов. Давайте зачитаю. Ален, вопрос адресован тебе. Так, Ален, вы чаще других из группы снимались в мужских журналах. Вау. Причем во все возможности... Чем ты занималась без меня? Так вот она. Во все возможности российских. Вам нравится сниматься в мужских журналах? Ну-ка рассказывай, чем ты заставил продюсер. Как дело-то было? Честно рассказывать. Первый раз меня заставили. Причем я очень не хотела, сопротивлялась. А потом понравилось. Ну я пошла, поступила хитро и договорилась с фотографом один на один, чтобы он сделал фотографии мои как можно скромнее. Не было никаких видов паз с топлис. Вот. У нас все получилось. Но потом меня вызвали в редакцию, устроили. Мне разнос, сказали, что это не плейбой и такие фотографии ставить не могут. Делали пересъемку. Я поняла, что лучше тогда уже сразу делается по-нормальному. А потом мне понравилось, да. Вошло в офисе. Можно восстановиться просто. То есть можно ждать очередной фотосессии в России. Так что, ребята, будьте спокойны. У нас вопрос от Леонидия Суслова. Буквально, не знаю, минутки три у нас остается. Знаете, в такой... Ой! Да, а все почему, друзья? Потому что пробки московские. Следующий эфир уже в четыре начинается. Леонид Суслов спрашивает, не было ли у вас с Вячеславом Тюрином идеи переписать некоторые песни с репертуара Дианы. Многие песни связаны с очень хорошими воспоминаниями из детства. Я думаю, что мы это сделаем, обновим их также по звучанию. Они будут звучать, потому что на самом деле такие просьбы все чаще и чаще звучат. И, Ирина, стольный концерт будет продолжаться число пять, наверное. Ирина, еще один вопрос. Я воспользуюсь своим служебным положением, зачитаю, поскольку меня очень интересует. Вопрос, Ирина, скажите, пожалуйста, когда вы реализуете ваши планы по открытию студии йоги? Известно ли уже, будет ли эта студия для простых смертных или же какой-нибудь дорогой модный клуб для звезд и людей с высоким достатком? И, наконец, какие виды йоги будут преподаваться там? Давайте остановимся, откроется или не откроется, чтобы уж интересно... Вы знаете, вы прямо мои мысли читаете, потому что я будущее свое вижу вот таким образом. Но моя мечта сделать всех людей бессмертными, чтобы они не отличались смертными от бессмертных. И вот сейчас я углубленно изучаю этот предмет, потому что я получила образование, да, преподавателя, но так как это темы, я беру на себя ответственность заниматься с людьми, не только их физическим здоровьем, но и здоровьем сознания, что очень важно, потому что все здоровье идет от здорового сознания. Поэтому сейчас у меня ограниченный круг учеников, потому что это требует индивидуального подхода, но потом, я думаю, когда у меня появится время, я буду, конечно... Опять потом, никакой конкретности, опять потом. Ну, ребяточки, где же на все взять время? Я и так уже в двух проектах. Ну что, позволю себе зачитать вот такое просто душераздирающее послание, где? Вот сейчас видела. Чувствую добрая и любящая сердце Ирины в текстах, музыке, в голосе, в интонации. Наверное, рефлекс больше слушают девушки. Но у меня, как мужчина, мурашки по телу, когда слушаю. Вот так написал нам Дмитрий. И на этой чудесной ноте я бы хотела, чтобы вы что-то пожелали тем, кто нас смотрел в прямом эфире, кто сдался вопросы за эфиром и в прямом эфире тоже поступают. Огромное спасибо за мурашки. Вот я считаю, что мурашки по телу – это самый лучший вообще критерий. И вот всегда, когда мы пишем новую песню, я всегда говорю Вячеславу, Слава, у меня мурашки по телу. Значит, если меня трогает, значит, потом тронет и людей. Огромнейшее спасибо за эти теплые письма, за Вашу радость. Мы тоже безумно рады были прочесть все Ваши пожелания, все эти добрейшие письма, восторженные письма по поводу моей работы, в рефлекс, возобновления работы. Мы Вас безумно любим, будем делать все, что в наших силах, хотим Вас видеть глаза в глаза на концертах. Поэтому, дорогие наши поклонники, мы снова с Вами. Мы все делаем для Вас. Мы Вас любим и… ну… сейчас заплачу. Да, я от себя хотела бы пожелать Вам всем постоянного ощущения внутренней радости, чтобы Вы культивировали в себе это. Но мы с Вами песни постараемся поддержать. И так, чтобы Вы всегда-всегда чувствовали вокруг себя и внутри себя любовь, радость, счастье. Верьте друг другу, доверяйте друг другу. Всем веры желаю и большой-большой настоящей любви. Ну, а я хочу немножко от себя сказать, что, поскольку все-таки я думаю, что люди будут переживать, что лучшие вопросы мы сейчас обсудим с девочками, кому достанутся билеты, и обязательно эта информация будет отображаться на сайте aif.ru. Спасибо Вам огромное, что были с нами. Спасибо Вам, дорогие друзья, и всего доброго. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ждем встречи. Субтитры сделал DimaTorzok